Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию Галатам Первого Верховного Апостола Павла. И мы сегодня будем читать шестую главу, и в самом начале мы прочитаем первый и второй стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Давайте посмотрим, что пишут святые отцы, их толкование на этот текст. Блаженный Августин пишет, «Человек впадает в согрешение либо тогда, когда он согрешает и в то время не видит, что это грех, либо когда видит и все-таки грешит. Человек грешит либо по неведению истины, либо подавая слабости. Ничто так не характеризует человека духовного, как его отношение к греху другого человека». Апостол учит способствовать освобождению грешника, а не возвышаться над ним, помочь ему, а не наказывать, и насколько возможно его поддерживать. То есть упавших братьев наших, не надо добивать ногами, надо протянуть им руку помощи и проявить сострадание. И надо научиться прощать. Почему надо научиться прощать? Потому что мы все сами нуждаемся в прощении. А мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. Святитель Василий Великий пишет, «Ибо грех есть тяжесть, влекущая душу на дно адова. Его-то берем друг у друга и снимаем друг с друга, приводя согрешающих к обращению». Вот так Василий Великий истолковал слова «носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Облаженный Иероним пишет, если грешник впадет не во многие грехи, а только в какое-то одно прегрешение, то для исправления согрешающего следует употреблять дух кротости и снисхождения. Надо, чтобы заблуждающегося желали исправлять не холодностью, гневом или печалью, а призывали его к спасению добровольному, с уверенностью, обещая ему прощения и приводя свидетельство Христова. Что значит приводя свидетельство Христова? Важно грешнику, упавшему, рассказать о том, что Христос и пришел в этот мир спасать неправедных, а грешных. Он пришел не судить этот мир, а спасти его от власти греха, от рабства дьяволу и от рабства страха смерти. «Святитель Иоанн Златоуст восклицает, так как галаты под предлогом обличения мстили другим за свои страсти и обольщали себя тем, что они делают это для исправления грехов других». Видите, братья и сестры, какая проблема? Эти люди под предлогом обличения мстили другим за свои страсти. То есть, они, имея страсть болуда в себе, обвиняли всех вокруг нецеломудренными, как бы мстили им за свои страсти. Они, имея страсть к чужой собственности, обвиняли всех, что они поступают нечистоплотно, что они могут присваивать все какие-то средства. Поэтому, когда вокруг нас какие-то всякие слухи, кто-то говорит, что мы нецеломудренны, кто-то говорит, что мы нечисты на руки, что мы жестоки. На самом деле, все эти слухи характеризуют тех людей, которые их распространяют. Эти люди мстят за свои страсти другим, все перекрашивая в свой свет. Поэтому самые такие великие обличители каких-то грехов – это латентно порочные люди, которые мстят другим за свои собственные греховные чувства, стесняясь их, и они начинают громить все и вся вокруг себя, не занимаясь собственным исправлением. Как говорится, на воре и шапка горит. Златоуст, объясняя слова «носите бремена друг друга», писал, «так как невозможно, будучи человеком, быть свободным от недостатков, то апостол убеждает не быть строгими судьями погрешностей других, но терпеливо сносить недостатки ближних, чтобы и другие сносили их собственные недостатки». Ну, о чем мы уже говорили. Мы нуждаемся в том, чтобы прощать других, потому что сами нуждаемся в прощении. И далее мы читаем. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». То есть мы должны испытывать, прежде всего, самих себя, и дело исправления мира начинать с собственного исправления, а не тыкать пальцем других людей, потому что когда мы это делаем, три других пальца как минимум смотрят на нас. «Наставляемые словом, делись всяким добром с наставляющим». То есть мы должны поддерживать тех, которые реально помогают нам исправиться, но не с позиции своей какой-то мнимой праведности, а от текста Святого Евангелия. «Не обманывайтесь», — пишет Павел, «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унывая, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Что значит «в свое время пожнем»? Как в книге притч сказано, пущенный по водам хлеб, он возвращается к человеку. И Павел резюмирует, «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверь». Здесь он выстраивает правильную иерархию в делании добра. То есть у человека верующего на первом месте стоит его семья. Как сказано, кто своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. На втором месте братья и сестры по вере. Братья и сестры по вере. А потом все остальные. Поэтому и сказано «делать добро всем наипаче, то есть прежде всего своим поверье». «Видите, как много написал я вам своей рукою, желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». О чем здесь говорит Павел? О том, что проповедь о том, что спасение силой креста Господня, она возмущала очень многих, и эллинов, и иудеев. И те, которые проповедовали чистые Евангелия, они подвергались нападкам, как со стороны язычников, так и со стороны иудеев. Но сам апостол Павел видит в свидетельстве о кресте Христом силу Божию. Крест как источник нашего спасения. И не страшно быть гонимым за весть о спасительной силе креста. А те отрекались, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. 13 стих. «Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Ведь обрезание – это завет обрезания, бритмила. Человек, когда обрезывался, как бы давал Богу обещание доброй совести исполнять все заповеди, начиная с этой заповеди обрезания. Но как люди могли исполнить закон, если закон, ослабленный плотью человеческой? Об этом Павел очень подробно пишет послание к римлянам. И здесь он восклицает, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». И вот действующие хвалились тем, что они там обрезывали греков, римлян, непонятно для чего, если эти люди уже были крещенными. А Павел восклицает, что он хвалится крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для него мир распят, и он для мира. И Христос говорит, «Если кто идет за мной и не берет креста своего, тот не достоин меня». И вот давайте посмотрим, что пишет святитель Иоанн Златоуст. «Конечно, это считается позорным уповать на крест». Крест — это висельница античного мира. «Конечно, это считается позорным только в мире и у неверных, а на небесах и у верных. Это величайшая слава. Крест Господен». Так и бедность для других постыдна, для нас же она похвальна. У христиан как раз подозрительное отношение к богатству, а не к бедности. И терпеть поругание для многих кажется смешным, а мы этим хвалимся. Точно так же и крест есть наша похвала. И не сказал он, «Я же не хвалюсь» или «Я же не хочу хвалиться, но я не желаю». То есть он решительно отвергает мысль, что крест — это что-то ненужное, крест — это необходимое. «Я не желаю без креста», как бы он говорит. Златоуст обращает на это внимание, но он восклицает, «Я не желаю», как бы отвращаясь чего, как безрассудного и прося у Бога помощи, чтобы ему избежать этого. В чем же состоит похвала креста? В том, что Христос ради меня принял образ раба и ради меня претерпел страдания, ради меня, бывшего рабом, то есть рабом греха, врагом и неблагодарным, и так возлюбил меня, что предал и себя на смерть. Что еще можно найти, равное этому, если рабы, получая только похвалу от своих господ, которые, будучи при том одного естества с ними, хвалятся этим? То как же не хвалиться нам, когда Владыка, истинный Бог, не постыдился претерпеть за нас крестную смерть? Поэтому и мы не будем стыдиться Его, распятого, неизреченного Его милосердия к нам. Он не устыдился быть распятым за тебя, а ты стыдишься исповедовать Его бесконечное милосердие. В таком случае ты подобен тому узнику, который прежде не стыдился своего царя, а когда последний, придя к нему в темницу, снял с него оковы своими руками, стал из-за этого стыдиться Его. Это было бы крайним безумием, так как этим особенно и надо б хвалиться. Итак, братья и сестры, будем хвалиться крестом Господним, как орудие на дьявола дал нам Господь свой крест. Итак, апостол Павел пишет, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». То есть действия на плоти, если они не касаются души, какой они имеют смысл. «Тем, которые поступают по сему правилу», то есть те, которые уповают на силу креста, на силу божественной благодати, которую апостол Павел защищает в этих шести главах посланий к Галатам, «Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость и Израилю Божию». Что значит Израилю Божию? Апостол Павел в послании к римлянам пишет, «Не тот иудей, который наружно таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и обрезание которого на сердце, и ему похвала не от людей, но от Бога». Ибо само слово «иудей» означает «восхваляющий Бога». А как человек, опирающийся на собственные заслуги, может восхвалить Бога? И только тот, который всецело уповает на Бога, даже в своем падении, как Давид восклицал, из глубины в озвах, услышь, «Мя Господи», может прославить его. Как и Христос говорил, «Кому много прощено, тот больше и любит». Тем, которые поступают по всему правилу, «Мир им и милость и Израилю Божию, впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». То есть он претерпевал страдания, если кто-то захотел бы его еще чем-то отяготить, он и так нес на себе страдания, тяжесть креста ощущал ежедневно. И это послание оканчивается традиционным для апостола Павла надписанием «Благодать Господа нашего Иисуса Христа садухом вашим, братья. Аминь». И мы на все эти шесть глав послания Галатам тоже скажем «Аминь». Это слово означает «Истина». Так. «Истина».